Хе-хе, я Флампти. Поставь лайк за три секунды, чтобы я тебя не заскримерил. Ставь лайк, если ты, бро, а он с тобой Найсик, бро. Сегодня я не совсем в хорошем биоме, потому что, как ты знаешь, я не особо люблю саванну вообще саму по себе, но как бы она есть. И, кстати, я хотел посмотреть здесь тыквы без лица. Да, всё верно, они без лица, это прикольно. Ну, потому что это Петер Кодишин, новая версия, типа, и там уже поменяли это всё. И, в общем-то, что нам нужно? Вот здесь вот есть монстры Тревора Хендерсона, но они нам не нужны. Я просто их добавил на всякий случай, чтобы вдруг я захочу поставить их и... О, кстати, 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 про Тревора Хендерсона. Напиши в комментариях, скучаешь ли ты по монстрам Тревора? Я лично что-то так задумался и понял, что я очень скучаю. Да, я уже думал, что скоро новая эра, у меня будет монстров Тревора Хендерсона, но потом понял то, что у меня нету классных аддонов, ну, точнее, ну, всех моделек, вот. Были бы они у меня, тогда бы мы вообще такие классные штуки мутили, но не важно. У нас сегодня снеси ничего, у нас сегодня мод на Флампти. Я обозреваю сегодня аддончик. Недавно вышел, совсем 4 или 3 дня назад, вот. И там есть Чамп, Чумп, Флампти, Бампти, Голден Флампти, Бампти, Оу, Редман, кто ещё? Клоун, Иуизаур, то есть этот глазной монстр такой, вот. И ещё кто-то, наверное. Бёртый Бойблем, это, наверное, вот этот малыш обычный ходит просто сам по себе. Короче, вот, берём Флампти, Бампти, тададапе. Ой, их тут много, реально. Ой, я сейчас всех буду смотреть, реально, это просто отпадно. Итак, мы уже взяли сколько-то яичек, но это не все, надо побольше. И давай, чтобы не запутаться, будем брать по порядку. Чумп, Чамп мы взяли, вот этих двух взяли. Флампти, Бампти взяли. Голден Флампти, Бампти, Оу, Редман, Бёртый Бойблем. Так, кого ещё мы не взяли? Кого-то точно не взяли, а? А, не, смотри, походу всех. Ну и вот у меня инвентарь заполнен. Стоп, неужели всего лишь сколько, 12 штук? А, нашёл, мы ещё клоуна забыли, но теперь не забыли. Итак, начинаются. Сейчас будем проверять каждого. Кстати, здесь неподалёку есть какой-то другой биом, и это маленький островок. Ладно, в любом случае, давай-ка всё-таки проверим. Итак, кого мы первого поставим? Я думаю, что надо начать с Бёрдой Боя Блэма, хотя нет. Всё-таки это про Флампти, поэтому ставим самого основного. Это сам Флампти, вот он. О, кстати, он звук такой сдаёт. Так, спаумпоинт здесь поставим на всякий случай. И также ещё надо защитить свой чёртов... Э, чё у меня загрузка какая-то? Короче, надо защитить свой инвентарь. Если чё, пишется Game Rule Keep Inventory True. Итак, теперь мы можем спокойно выходить из креатива и смотреть на Флампти-бампти. Звук у него смешной очень, когда его бьёшь. То есть реально как будто скролопаично. И это звучит очень миленько. Так, ну всё-таки он сам по себе, вот снаружи он очень даже классно выглядит визуально. И, подожди, у него сзади как-то потемнее яйцо. Я не... Не кажется мне так? Или... Или он со всех сторон одинаковый? Чё-то непонятно. Но в любом случае он просто подходит и мочит с одного удара, прошу заметить. Просто с одного удара, пам, и хп-шек твоих нету. Ну, раз так, то давай-ка превратим его конкретно в яичницу. Ещё и не зажаренную, к сожалению. А просто к яйцу. Ну, то есть слава имскролупу. С него ничего не попадает, кроме опыта. И опыта, я так вижу, очень мало. Всего лишь один уровень. Мда-мда, я ожидал чего-то большего, честно говоря. Но всё-таки это ещё не конец от Дона, поэтому радуемся. Вау, вот эта прикольная штука здесь заспавнилась. Но это не самое важное. Сейчас мы проверяем Бёрда Бой Блема. И я ещё хочу посмотреть, как они будут взаимодействовать. Вот обычный Бёрда Бой Блем. Конечно же, ставим спамом поинт. И так же вырубаем геймод. Он меня так же просто бьёт. И звуки никакие не издаёт. То есть скримеров никаких нет. Ну, это мы выяснили. И теперь мы можем, в принципе, оживляться с геймодом 1. Брать меч, конечно же. И всё-таки расправляться с ним. Просто проверить лут обязательно надо. Всегда лутецки проверяем. Вдруг с него алмазы падают. Просто такое реально может быть. Но всё-таки шансов мало, я так понимаю. И всё-таки как они взаимодействуют друг с другом. Абсолютно спокойно. Потому что, как и в игре, они вместе могут находиться спокойно. Так, Чамп. Кто это у нас такой? Чамп это вот такая вот штука. Она вроде в огне появляется. Угненный, короче, хрен. И подожди. Мы три Чампа взяли. Хотя Чамп и Чумп и здесь есть. Это разные существа или нет? Непонятно. Но всё-таки давай проверим. Чамп и Чумп. Ой, кстати, звук издают даже. Итак. Чамп и Чумп, они вместе на меня набегают. Скорость у них одинаковая вроде как. И... Да, так как не из приятнейших. Но всё-таки такая же, как у остальных. Эм... Тогда уничтожаем Чампа. Или это Чумп. Непонятно, Чумп или Чамп. У Чампа, либо Чумпа, выпадает, короче, паучий глаз. И это странно. А у этого мясо. И мне интересно, всегда ли с них такой лут выпадает? Или всегда по-разному? Вот, допустим, мы сейчас Чампа или Чумпа мочим. Не важно. Да, с него паучий глаз. А с Чампа у нас выпадает, я так понял, гнилая... Чамп? Ты чё несёшь? Ладно, короче, с него выпадает и то, и то. Я понял. Ммм... Бывает и такое, кстати, да. Это дефолт. И теперь мы уже посмотрели целых четырёх бракуемых, короче. У нас совсем немножечко осталось, кстати. Неужели такой маленький короткий аддон? Я, конечно, надеялся на большее. Ну ладно, неважно. Всё-таки есть и есть. Нормально всё. Потом проверим, как они сражаются с монстрами Древора. И всё-таки вот сюда Бивера. Ну, Бивер это, конечно, ужас. А Био Овл это... Ну, знаешь, гуманоид. Нет, даже смесь такая из бобра. То есть вот из такого нормального бобра. Смесь. И получается... Био Овл. Это у нас сова плюс... Бобёр. Вот такая хрень получается. И она довольно-таки жуткая. Жалко, не издают звуки и не наносят... Не, урон-то наносят, конечно. Да. Просто жалко, звуки не издают. Было бы намного прикольнее. Но всё-таки, давай-ка его уничтожим. Нам надо также проверить... Какой паучий глаз? Его не должен паучий глаз выпадать. Вот поверил бы я, если бы брёвна выпадали, доски. Вот реально бобёрная, бобёрская тема. А здесь какая-то фигня выпадает. Ну, короче, не очень классная. Ну и всё-таки, что будет, если завалить Био Овл? Я так понимаю, что если Овл мы завалили и Бивера выпало что-то, то и с... Да... Ничего не выпало с этой штуки. Ну, ладно. Тогда придётся уже убирать Бивела, Редмана. И у нас осталось ровно три челика. Всего лишь три, понимаешь? И всё-таки я хочу сравнить золотое яйцо и обычное. Будут ли эти яички сраться между собой за то, что одно из них не круче? Блин, стоп. Чего у меня врубилось? Тайм сет. Конечно же, надо тысячу врубить. И продолжаем. Опачки, опачки, опачки. А вот это вот как раз страшный флапти. И он довольно-таки ужасный. Я даже не знаю. Давай-ка мы его тоже завалим. С него уже попадает что-то поинтереснее. То есть светопыли палки. Ну, хотя бы какая-то забота есть. И это реально приятно. Кстати, чем меньше или вообще к нулю сведено выпадение дропа с какого-то монстра, тем меньше желания его уничтожать. И это воспитывает в тебе пацифизм. Ну, то есть с помощью вот этих аддонов, да, отношения к существам. Зависит от того, насколько классные вещи им падают. Вот, о, вот что она себя представляет. Это же, это же обычная сова. Вообще родилась из креатива. Но при том, при том, она просто падает, да? Ааа, вот. Что я хочу сказать-то? То, что я ее убивать больше не буду. Я увидел, что у нее дропа нет. И поэтому смысл. О, около такого вот прелестного водоема я хочу установить вот этого клоуна. Ну, клоун также звуки не сдает. Давай всех их поставим, чтобы вообще у нас тут туса полнейшая была. То есть мы реально можем ее устроить. Это не так, что сложно. То есть раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Во. Вышел зайчик погулять. И ставим всех. Просто всех-всех-всех-всех-всех. Кого мы знаем. Просто и Редмона, и Чампа, и Гунфус, клоун. И все. Вот теперь они сами по себе. Все черрики, все монстры, они сами все. Вот, кстати. Это у нас Редман. И он какой-то другой. Или мне показалось? Действительно, во время прогождения. Ладно, забей, короче. Вот такого вот он. Эх, 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 кто меня еще не покинул? Я собираюсь провести классную битву с картон-кэтом. Пам. Смотри, не реагирует. Я буду ставить всех? И пока кто-то не прокнет, мне будет пофиг абсолютно. То есть, я буду ждать раздора какого-нибудь. Реально поможет. Так. 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 А прикинь, монстр, который своего, ну так сказать, сородича, атакует по рофлу. То есть, реально троллят. И второму говорит, типа, Sorry, it's turning. И второй такой, о, окей. Тогда иди сюда и вставай, и мы с тобой полетим выполнять заданки. Было бы очень круто. Вообще, что я несу сейчас? Подожди, я потерялся немножечко. Ну, неважно. Всё-таки я хотел проверить хоть один монстр с трагерицей на них. Даже какой-нибудь, вот, охотник. Или зомби, да? Вот где пиладжер? Пиладжер как? Поборник. Поборники, наверное, да, зовут их? Вот, я хочу проверить, как он у мультяшного кота. Ноль реакции. На других черриков ноль реакции. Просто абсолютно ноль. И это, кстати, странно. Если я поставлю полноценную ночь, да? Вот так. Смотри, они всё равно ходят спокойно. То есть, им вообще пофиг на ночь. Ладно, тогда восстанавливаем, чтобы ни у кого вопросов не было. Вообще, не знаю, есть ли тут кто-то. Да, я там в чёртовом острове. Вот тут вот кто-нибудь есть? Я думаю, что нет. Но всё-таки. А, больше мне нечего вроде показать. Это конец аддона, реально. То есть, я могу только сражения провести какие-нибудь. Вот, карту Меус 2. Я бы очень хотел провести битву с... Итак, я не понял, где все жители Фламптилянги? Ладно, бобры, короче, выживайте здесь. Строите плотины, друзья. Итак, я хочу устроить массовую битву такую. Ну, поэтому она последней будет, потому что она последняя. Потому что тут все монстры будут. Итак, ставим первых мобов. Тун, Редмана, Фигедмана, Чампа, Чампа. Ещё Чамп, Спавнола, Бивор. Конечно же, Клоун. И ещё берём вот этих. Там. Ну, вот так. В принципе, осталось только поставить поборника. Нет, он не сражается. Тогда каких-то монстров Тревора Хендерсона. И надеется, что хоть кто-то из них сразится. Ой, тут столько всяких существ. Например, Человек-костюм. Где до такого встречи он сразу же идёт на поборника? Конечно, кого же ещё? Давай-ка, поборники, защитяйтесь своего друга. А то у вас всех грохнут. Хотя он и так спокойно всех может грохать. Так. Милкволкер 1 и 2. То есть, Милкволкер с молоком на голове и без. Да, конечно. Смайлрум. Кусающаяся комната. Картумаус. Это мультяшная мышка. Она по-другому здесь выглядит в Майнкрафте. И она очень милая, на самом деле. А вот и обычная мышка. Она всегда как будто плачет. Вон у неё по лицу видно, как будто она страдает. Но потом они все дерутся. Бойцовский клуб у нас начинается. Все дерутся. Так, ладно. Я посмотрю тогда просто. Кто победит? Мультяшная мышка всё-таки второй формы. Или 2 Милкволкера. Один без шляпы, другой снял шляпу. Ждём, короче. И всё-таки выигрывает Милкволкер. И здесь появляется... А, подожди. Вот я тупанул. Вообще-то мышка выигрывает. Да. Потихонечку, помаленечку. Давай, 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 давай. Ура, наконец-то он вынес его. Ну ладно, ещё Биг Чёрли поставлю, потому что он довольно-таки прикольный. Он тоже идёт, конечно же, сражаться. А может вы между собой всё-таки как-то будете, ребята? Чё за фигня? Почему никто не говорит, какой он классный? Почему все какие-то грустные? Ребята, давайте скрасить день улыбкой. Чё-то они вообще молчат все, не дерутся, ничего. Никакой зрелищности. ЖИТЕЛИ! Ладно, не хотят они. Ну вообще, даже в Флампти захотелось поиграть. Но, наверное, не судьба сегодня поиграть. И, надеюсь, тебе понравился этот видос на последующий лайкусик. Вот такой вот аддончик получился на всех персонажей из... Одной ночи с Флампти. Кстати, название очень даже прикольное. Конечно, сбайченное у Five Nights Freddy's, но хотя бы одну ночь. Одна ночь с Флампти это довольно-таки круто. Ну и всё, в принципе. Вот такой вот седочек. Да не си ты это, как... Сколько можно тебе говорить? Извини, братишка. Эй, кот мультяшный, ты чё творишь? Ты сейчас яйца захотел захавать? Неужели он реально хочет его съесть? Это невероятно. Но, надеюсь, всё, в воду спрятался и больше никто не тронет. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй!